здравствуйте вам ребята и девчата даже оказывается и девчата уже меня смотрят ребят значит я хочу сейчас вам показать одну такую у про одно такое упражнение да я как-то до сих пор считаю что я его для себя я точно я его придумал да для тех кому я показывал как ехать я придумал а если оно есть где-то если где-то в каком-то учреждении в какой-то автошколе вам говорили это делать то напишите мне мне будет интересно узнать тогда я заберу от себя такое изобретение ну типа не буду себе его присваивать да то есть мы всегда говорим про колеса сейчас я хочу поговорить вот про этот угол посмотрите ребят этот угол прицепа да вот я мы его вообще-то угол здесь находится да мы в основном смотрим все время на этот светик да я предлагаю вам повесить какую-то на ниточке что-то чтобы доставала до земли да потому что а так удобнее видеть когда-то я даже ставил сюда пробитую бутылку и текла с нее воды и вода и видно тогда как рисует по асфальту да и вот подгоните этот угол под 45 градусов приблизительно к линии и постарайтесь ехать тягачом так чтобы этот угол не повторяюсь не колеса колеса сами колеса это уже надо когда загонять под рамку старайтесь так чтобы вам удалось этот угол провести по линии в этом направлении то есть мы будем называть это линейное движение угла вот если вам удастся линейное движение угла это сделать ребят поверьте мне что сделать это нелегко а кто очень хорошо разобрался в геометрии этого маневра то даже напишет мне и скажет мне это уже я наперед забегаю скажу это сделать невозможно то есть линейно постоянно это вести невозможно потому что три оси фиксированные но тем не менее они скользят и за счет того что они скользят он некоторое время идет прямо насколько вам удастся провести его по линии вот я покажу вам как я попробовал это сделать и попробуйте это сделать а потом я вам скажу для чего отрабатывание этого упражнения где она помогает и в чем она вам пригодится но пригодится пригодится это точно это я вам обещаю ну вот ребят это так чтобы вы только имели какое-то представление о чем я говорил здесь получилось не очень потому что туча прошла мне сзади небо светлое прямо блеск асфальта такой давала что их ничего не видел но тем не менее хотя бы представление о том что имелось ввиду то есть поворот должен быть покруче на самом деле линия не обязательно уже прям по линии там так четко четко хотя бы ориентировочно выходить вилять но чтобы задница шла вдоль линии этот угол вот то висящее что у вас будет на уголке так вилять кабина это так как будто кто-то вас взял и ниточкой тянет за хвост а кабина сама выравнивается это дает вам возможность управлять тягачом на подсознании так сегодня я решил свою игровую комнату устроить в прицепе я не знаю какой будет вам звук но по крайней мере тут больше места и наверное удобнее смотреть ребята смотрите что я стараюсь для вас донести об этом за есть я нарисовал как вы хотели даже нарисовал где находится этот зацеп и где находятся ось значит что происходит при заезде чтобы проследить что проход происходит про заезде и опровергнуть некоторые легенды я хочу чтобы вы обязательно посмотрели что приходит происходит про выезд при выезде потому что всегда я много раз это повторял старайтесь делать за их чтобы представить себе траекторию заезда старайтесь посмотреть что происходит когда вы выезжаете когда вы выезжаете ребят и несколько человек смотрит вам помогают да вы едете как можно дальше когда вы уже видите что ва у вас спереди перед преградой остается только место для того чтобы тягач уже знает каждый свою машину каков радиус поворота тягача чтобы он повернул нагружает сразу руль влево до упора нагружает руль влево до упора приближается этими осями и обычно беспрепятственно их проходит но всегда боится что зацепит вот этим углом да и только тогда когда этот угол стоят смотрящие да смотрящие глядящие помогающие когда этот угол проходит зеркало коллеги справа все дают команду давай пошел 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 все 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 ты вышел то есть смотрите что у нас получается эти оси проходят близко но проходят без проблем у нас ширина как бы уже ширина состава вот так получается то есть по этой линии и по этой линии две параллельные которые намного шире потому что повороте он шире чем стоял ровно то есть последняя . последняя опасность прошла и вам кричат ура давай 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 поехал поехал смотрите сейчас ошибку которую мы делаем при заезде кстати в комментариях один человек мне написал тут нечего думать мы прижимаемся этими углам этими колесами к вражескому как он сказал к вражескому грузовику да тот который меня и вокруг него крутится крутимся так делают почти все ребят сразу говорю когда место в обрез это ошибка объясняют почему потому что прижаться к вражескому грузовику можно вот так вот так вот так вот так и вот так как угадать и как узнать каков же угол потому что когда я говорил что есть три параметра это . это . и вот эта . три параметры которые играют между собой собой когда место таковое что все они на пределе то есть в определенный момент у нас этот уголок пройдет очень близко к той машине эти колеса очень близко к этому и в тот же момент этот угол пропишет почти по стенке этой фронтальной преграды до начинать я вам рекомендую и я всегда так делаю это ошибка почти всех начинать нужно ребят с этого угла не слушайте никого прижиматься к этому к этому грузовику потому что этот угол я только что вам показал последним вышел отсюда и все сказали все пошел пошел так почему же кто может опровергнуть то что прокручивая пленку назад именно он первая точка которая должна дойти до своего лимита то есть мы должны подогнать ее ближе всего к дальнему коллеги тому который окажется у нас по правую руку когда мы пришли сюда это уже или вышел или чувствую потому что вижу где находится вот этот уголок и знаю что не задену слепая зона но надо ближе всему всего им придвинуться к этому коллеги но не заходить ему перед кабиной потому что если вы зайдете ему перед кабиной то здесь нужен будет большой радиус нужно выйти на эту линию выставить на эту линию и таким же как я вам показывал движением прямо линейным движением угла задвигать его параллельно этому коллеги в это время здесь в начале маневра когда вы выставляете дальнюю точку вы должны себе оставить здесь от метра до полметра для того что в тот момент когда вы будете двигать и двигаться углом прямо у вас попросится кабина сюда и этот угол будет выступать если вы в начале маневра здесь не останете пола не оставите полметра то вы не сможете его вывернуть то есть на самом деле то с чего начинают вот эти оси у ближнего коллеги возле кабины это должна быть последняя . мы должны вывести этот угол под кабину коллеги правому будем так его называть и этот угол под стенку полметра и только тогда у нас образуется тот вас та возможная единственная траектория на которой те по которой тягач может зайти в эту дырку когда место ограничено потому что оси по ближней стороне уже сами по себе придвинутся когда вы будете делать прямо линейные движения прямо линейные движения этого угла как я показывал на видео и когда уже пройдет половина машины и здесь вам откроется место что вы сможете забрать кабину на место тут уже никакого профессионализма никому не нужно тут уже подкорректировать каждый сделает но ребята я хочу до вас донести что когда лимитированное место еще раз повторяюсь по трем . эта . ближние оси и передний угол где проходит кабины не начинайте прижиматься к ближним к ближнему углу и вокруг него крутится вам кажется что с этого начинается самое правильное решение начать выставить на вот эту вот линию перед угол кабины самое страшное место для водителя потому что слепое выйдите посмотрите если ваш угол стоит перед зеркалом коллеги прямо линейным движением угла как я вам показала видео как его нужно потому что если мы промыть прямо линейно движим этот угол который я показывал на видео то мы должны прекрасно понимать что прямо прямо линейно движется этот они же в одном корпусе двигая мы смотрим на этот и прямо линейно его задвигаем скользением колеса двигаем и он проходит и заходит нам на место за такой системой можно поставить машину в тесное место когда все три точки ограничены по расстоянию желаю вам попробовать это на практике и думаю что это вам станет полезно